Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Первое заседание начался процесс по делу бывшего вице-мэра Антона Шеломенцева, которого обвиняют в получении взятки. Навести ли героиня наших сюжетов колясочница Светлана и ее соседи с УВЗ борются за двор, по которому даже здоровым ходить сложно. Пока отстают. Закончат ли строительство развязки на Зминогорском тракте в срок, прокомментировал министр транспорта. Итак, сегодня в Центральном районном суде начался процесс по делу Антона Шеломенцева, бывшего заместителя главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту. С января чиновник находится в СИЗО. Его подозревают в получении взяток. Как утверждает следствие, в 2020 году он взял 2 миллиона рублей от предпринимателя-перевозчика Олега Бесчастного взамен на покровительство и помощь с победой в тендерах на обслуживание автобусных маршрутов. Также Антона Шеломенцева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Согласно предварительной версии, в феврале 2022-го один бизнесмен через посредника заплатил вице-мэру 600 тысяч рублей за покровительство и за безвозмездное изготовление проектной документации для личных нужд. Последнее обвинение связано с легализацией полученных средств с помощью покупки автомобиля. Наши корреспонденты сегодня работают в зале суда. Подробности процесса расскажем в нашем выпуске завтра. Готовы к работе в любую погоду? По данным мэрии, специалисты дорожной службы, учитывая обильные осадки, постоянно мониторят состояние ливнеприемных колодцев. Дожди в Барнауле синоптики обещают до конца этой недели. На случай подтопления территории организовано дежурство шести дорожных бригад и 12 единиц техники. Горожан просят быть внимательнее на дорогах автомобилистов, выбирать скоростной режим в соответствии с метеоусловиями, а также соблюдать необходимые меры предосторожности. Министр транспорта Алтайского края рассказал, получится ли сдать развязку в срок на Зминогорском тракте, учитывая обстоятельства и отставание от графика. О судьбе, пожалуй, главного транспортного объекта этого года расскажем в следующем сюжете. Новая развязка на Зминогорском тракте. Степень готовности 68%. При этом сдать объект должны уже в начале декабря этого года. Напомним, строительство реализуется за счет инфраструктурного кредита, взятого правительством Алтайского края. Стоимость работ почти 3 миллиарда рублей. Оттого и повышенное внимание к объекту успеют ли рабочие, учитывая отставание от графика. По словам министра транспорта края, есть определенный дефицит рабочей силы, но подрядчик Московская региональная строительная компания привлек все возможные ресурсы. На развязке работает около 200 человек. На данный момент мы не говорим с подрядчиком о переносе сроков. Почему? Потому что наш контракт истекает 10 декабря. То есть он не истек. Мы работаем в рамках текущего контракта и всеми нашими способами убеждения и взаимодействия с подрядчиком и заказчика на это же настраиваем. Нужно максимально эти сроки соблюдать, наращивать количество рабочей силы, ну естественно ориентироваться по погодным условиям, но не в ущерб качеству. В Министерстве транспорта также подвели и другие итоги. Так, например, в этом году в регионе отремонтируют более 400 километров региональных дорог. На эти цели направлено более 17,5 миллиардов рублей. Из них 15 – из краевого бюджета. Также в этом году завершится ремонт 12 мостов. В следующий год цель – зайти интенсивнее на региональную дорожную сеть, которая включена в опорную, именно десятками километров, там, где есть поручения губернатора, там, где есть обращения жителей, там, где есть уже действительно необходимость, подтвержденная диагностикой. И вот именно выполнить линейные объекты большими протяженностями с крупными суммами. Добавим, что на сегодняшний день работы на дорогах края, ремонт которых будет завершен в этом году, выполнен на 70%. Ирина Корчегина, День с толком. Порезал лицо и шею. В одном из баров Белокурихи мужчина со стеклянным стаканом напал на компанию людей. С чего начался конфликт, пока непонятно. На кадрах мужчина 85-го года рождения. Он ударил девушку бокалом по лицу. Мужчина, который заступился за пострадавшую, также получил удар разбитым бокалом в область шеи. Потерпевших экстренно доставили в больницу, а буйного гражданина в полицию. Прокурор Алтайского края Антон Герман получил разобраться в ситуации. Началась проверка. По ее итогам примут решение о возбуждении уголовного дела. Выйти из подъезда и скатиться по гололеду в яму. Такая участь может ждать обычного человека, не говоря уже о колясочнике. Ровно год прошел с момента, как толк помог Светлане Крюковой обрести долгожданную квартиру на Гущино-163. Теперь она вместе с другими жителями дома с ограниченными возможностями здоровья борется за нормальную придомовую территорию. Подробности в материале Юлии Щепиной. Так играться и тщательно подбирать свой маршрут приходится девушке с ограниченными возможностями здоровья Светлане Крюковой. Напомним, со Светой мы познакомились чуть больше года назад, когда ей предложили переехать в квартиру, которая находится на девятом этаже, а лифт ходит только до восьмого. Вскоре сироту признали потерпевшей по уголовному делу о халатности должностных лиц регионального жилищного управления и министерства строительства. И все-таки предоставили квартиру на первом этаже, оборудованную специально для нее. В квартире довольна. Да, за это спасибо огромное. Но есть еще проблемка с дорогой. Ты одна можешь передвигаться на коляске самостоятельно? Ну, с трудом. С трудом, потому что здесь бывает очень много, но парковка заполнена полностью. И так как дороги разбиты, ямы, здесь тротуара никакого нет. И ты едешь прямо навстречу. Есть другая дорога, но грунтовая и тоже вся в Рытвинах. Если бы здесь какой-то тротуар был, самое короткое время, чтобы ее никуда не перетаскивать. Потому что, ну, достаточно трудоемко. Или стараемся, я договариваюсь с мужем, он приезжает на машине, ее куда-то везем, если куда-то ко времени надо. Или если на автобусе, то заранее прям выходим, чтобы преодолеть все эти препятствия. Кстати, в доме по адресу Гущина, 163, живет несколько маломобильных граждан. Приходится вот на этой беде передвигаться. Дома стоят две коляски, а я мне не могу пользоваться. Посмотрите, что творится. На это сидеть ей неудобно, хоть она приспособлена якобы, но одно название. Дорога плохая, ходить плохо. Если машина идет, то не знаешь, куда свернуть, или в лужу, или упадешь. Да, вот еще у нас сильно кольцо все полопалось, боюсь спуститься. Дом обслуживает управляющая компания ДЭС-2 Ленинского района. Претензий к ним достаточно. Не удовлетворена работает наша ЖЭО, очень грязно, подъезды не убираются. Инвалидам вообще никак нельзя, не подъехать. Скорая тоже добирается кое-как. Когда начинается зима, здесь просто вот такая катушка. Ну, вы видите, вот здесь прям просто покат у нас. То есть можно от подъезда сразу, не тормозя, улететь вот туда. Был такой случай, что даже мужчина у нас в это упал и насмерть разбился. Вот сюда, да, да. Плохие погоды, я дома сижу. Я здесь не выйду, потому что здесь кат идет в яму. И как бы я сама не выехаю, это точно. Это только если у подъезда сидеть и воздухом дышать. Публичная кадастровая карта гласит, ответственность за придомовую территорию лежит на УК. До нее нам дозвониться не удалось. Однако жильцы сообщили, что им не удалось попасть в программу формирования комфортной городской среды. Типа мы не набрали голосов, ну и не прошли. Нам сказали, что здесь живут практически одни квартиранты, либо стоят пустые квартиры. И они не принимали участие вместе с нами, то есть с жильцами. Поэтому мы не прошли программу, нам отказали во всех вот этих вот обустройствах. Кстати, жители могут снова подать заявку на участие в программе, подчеркивают эксперты. А люди с ОВЗ, как льготная категория населения, вправе требовать условия доступной среды. Здесь уже речь идет не просто о комфорте, а о доступности среды. И, соответственно, в этой ситуации человеку, или если их там группа, значит, всем коллективно обратиться. Сначала в адрес управляющей компании в письменном виде, чтобы, как говорится, у нас вещественное подтверждение было на такого обращения. Если не отреагирует управляющая компания и ее руководство, можем поставить в известность администрацию района. Скорее всего, что этого воздействия уже будет достаточно. Если нет, тогда уже все со всей этой перепиской обратиться дополнительно в орган прокуратуры, приложить свидетельство того, что человек относится к группе маломобильных, и, соответственно, попросить повоздействовать и принять меры прокурорского реагирования. Эксперты советуют обращаться с претензиями в адрес управляйки через мобильное приложение госуслуги ДОМ. Тогда обращения наверняка не потеряются, УК обязана будет отработать их в срок, а контролирующий орган сможет проверить исполнение. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Что выбрать, лекарства или деньги? Каждый год этот вопрос стоит перед теми пациентами, которым положены федеральные льготы. В Алтайском крае таких свыше 200 тысяч, и большая часть традиционно предпочитает компенсацию. Однако, по словам специалистов, такой выбор не только экономически не выгоден, но и в некоторой степени губителен. Подробнее в следующем материале. Федеральные льготники, которых в крае свыше 200 тысяч, должны до конца месяца определиться, хотят ли они получать жизненно важные препараты или компенсацию в размере примерно 1200 рублей. В 2024 году лишь четверть предпочли лекарства деньгам. Сумма в среднем затраченная на одного федерального льготника у нас составила почти что 40 тысяч рублей. Почти что в три с половиной раза выгоднее, чем нежели пациенты получили бы лекарственные препараты, чем пациенты оставили бы выплату в денежном эквиваленте. Врачи не рекомендуют отказываться от лекарств, особенно сердечникам и тем, у кого проблемы с сосудами. К примеру, после инсульта или инфаркта прием препаратов – это основной принцип лечения. Кстати, болезнь помолодела. Если раньше сердечно-сосудистые заболевания были у тех, кому за 60, то сейчас многим пациентам едва ли за 40. Смертность от осложнений, от сопутствующих хронических форм ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности – это на долю приходится 37% не менее в структуре смертности. Еще один плюс в копилку лекарств – пациент находится на постоянном контроле у врача и не выпадает из его поля зрения. Поэтому доктору проще отслеживать процесс излечения и корректировать его при необходимости. Однако, если прервать курс, то все старания могут уйти коту под хвост. Может возникнуть либо другое заболевание, требующее лечения, а если он является федеральным льготником, то бесплатно лечатся все имеющиеся заболевания. Поэтому это крайне важно – сохранить этот соцпакет. Выбор между деньгами и лекарствами льготники могут сделать до 1 октября. Люди, решившие изменить форму помощи, могут подать заявление в соцфонд России. Через сайт или лично. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. На Булыгинском кладбище Бурнаула появился необычный памятник золотистого цвета. Монумент олицетворяет образ учителя и больше похож на скульптурную композицию. Кому посвящен мемориал, смотрите в следующем материале. На постаменте учительница. В одной руке она держит книгу, другой указывает на доску. Прототипом стала учительница русского языка и литературы Людмила Федоровна Бондарева. Больше полувека женщина преподавала эти дисциплины не только в родном Алтайском крае и городе Рубцовске, а также в Москве и Курской области. Похоронена она здесь же, рядом с монументом. На изготовление памятника у Сергея Астраханцева ушло около двух месяцев. Статуя в рост почти метр восемьдесят, однако скульптору далась достаточно легко. Одно из самых простых, конечно, это блузка. Это вот все декоративное, тоже все не так сложно. Ну, во-первых, я вот с этой рукой, ну и лицо, конечно. Ну, больше всего возился вот с этой. Памятник в лице Людмилы Федоровны посвятили всем учителям. На изготовление мемориала у близких родственников ушло около двух лет. Рядом со статуей учителя находится символ школы. Парта с двумя стульями. Территорию захоронения огораживать не стали. Чтобы все, кто хочет почтить память, могли это сделать беспрепятственно. Ведь у каждого из нас наверняка был такой учитель. Естественно, главное, ну, у меня же тоже была учительница, и, кстати, я такая, так всю жизнь помню. Ну, хотелось показать вот учительницу и вот это вот движение, все, что вот она объясняет. Это, в общем-то, занимает главное. Кстати, здесь же, буквально в нескольких метрах от памятника, находятся четыре неизвестных могилы. Их тоже привели в порядок и облагородили. На месте захоронения поставили новые кресты. Если родственники тех, кто здесь покоится, найдутся, им останется восстановить лишь надгробные таблички. Мария Костолева, Владислав Ковалев. День с толком. И к новостям спорта. Хоккеисты Динамо Алтая начали очередной спортивный сезон с победы. На заполненной болельщиками Титов арене наша команда переиграла Новокузнецкий Металлург 5-2. О матче и других спортивных новостях расскажет Дмитрий Дроздов. Первый матч сезона, полные трибуны, праздничная атмосфера и фанатские группировки. Это значит, стартовал чемпионат России по хоккею в рамках высшей хоккейной лиги. В соперниках у белоголубых крепкие парни из Новокузнецкого Металлурга. Матч складывался эмоционально. Много атак, удалений, курьезных моментов. Капиток 5-2. Динамо Алтай начинает новый сезон с победы. Игра от ножа. Очень много ошибок, очень много желания. Большинство, меньшинство, туман, все остальное, все смешалось. Коньи, люди, эмоции. 2-2. Игра шла до ошибки, до гола. Соперник совершил ошибку. Вторую. Парни наказали и выстояли не в простой ситуации. Забили гол и одержали очень важную в психологическом плане нужную победу. В новом сезоне чемпионата ВХЛ сыграет 33 команды. После стартового поединка Динамо Алтай занимает первую строчку в турнирной таблице. Следующий матч белоголубые также проведут на своем льду. 10 сентября соперником барнаульской команды будет магнитогорская магнитка. А теперь к мировым новостям. В Париже продолжается пара Олимпиады, где весьма успешно выступают наши спортсмены. В шестой день турнира россияне, которые выступают под нейтральным флагом, завоевали 9 медалей. 2 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых наград. Среди них и алтайские спортсмены. Александр Костин первым преодолел дистанцию в беге на 1500 метров. Серебряным призером в заплыве на 200 метров вольным стилем стал Роман Жданов. В следующих выпусках новостей мы расскажем об итогах Паралимпиады. Она закончится 8 сентября. Что касается медального зачета, наша команда нейтральных паралимпийских атлетов идет на шестой позиции. Дмитрий Дроздов, День с толком. У сервала из Барнаульского зоопарка появилась молодая подружка. Невесту зовут Евдокия. Здорово. Какая красивая. Красивая, да. Необычная, да? Такие огромные. Напомним, сервал Валентин поселился в зоопарке осенью прошлого года. На тот момент ему уже было 5 лет. Родился кот в Новосибирске. Год одиночества и вот у Валентина появилась подружка Евдокии пока 4 месяца. Судя по всему, игры пока ей интересуют больше, чем Валентин. Но кошка только привыкает к новому месту жительства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...